Тема сегодняшней лекции Бактериальная кишечная инфекция Одной из них является эшерихиоз Большинство возбудителей острых кишечных заболеваний относятся к семейству энтеробактериации Это большая группа условно-патогенных и патогенных для человека палочек В это семейство входит около 30 родов Эшерихи названы в честь немецкого ученого Эшериха который в 1885 году выделил микроб из испражнений Короткие палочки Подвижные Многие имеют пили которые выполняют функцию адгезии По тенкториальным признакам грамм отрицательны Культуральные признаки Факультативный анаэроп Оптимальная температура 37 градусов На мясопептонном агаре Образуют полупрозрачные бесцветные колонии На мясопептонном бульоне Диффузное помутнение с образованием осадка На дифференциально-диагностической среде эндо Малиново-красная колонии А на среде левина Синее или черное колонии Ферментативная активность Кишечная палочка Желатин не разжижает Образует индул и сероводород Ферментирует с образованием кислоты и газа Лактозу Глюкозу Маннит Мальтозу Сахарозу Не разлагает Резистентность во внешней среде Кишечная палочка Попадая с фекалиями В окружающую среду Загрязняет ее Кишечная палочка Более устойчива Во внешней среде По сравнению с другими представителями Антигенная структура Ошерихии имеют О-антиген Липополисахаридный К-антиген Поверхностно-соматический Состоящий из Термолиабильных Л и Б компонентов И термостабильных А и М компонентов И H-антиген Белковый Жгутиковый Термолиабильный Токсинообразование Энтеропатогенные Ошерихии Продуцируют Экзотоксин Это нейротоксин Энтеротоксин И гемолизин Классификация По патогенности Первая группа Непатогенные виды Это нормальная микрофлора Толстого кишечника Вторая группа Условно-патогенные виды При снижении Резистентности организма Попадают в другие органы Вызывая Холециститы Пиелиты Перитониты Третья группа Патогенные Энтеропатогенные Кишечные Палочки Дают Сальмонелло Подобные Заболевания О111 О55 О126 Энтероинвазивные Они Попадая на Слизистую кишечника Дают Дизентерия Подобное Течение О124 О135 Энтеротоксигенные Выделяют Эндо И экзотоксин Холероподобное Течение Инфекции О11 О15 О78 Энтерогеморрагические Выделяют Выделяют Цитотоксин О26 О145 Энтероадгезивные Энтероадгезивные Имеют Плазмиду Кодирующую Синтез Белка Эпидемиология И патогенез Эшерихиозы Это Группа Инфекционных Заболеваний Вызываемых Эшерихиеколи Нужно Различать Во-первых Заболевания Которые Вызывает Условно Патогенная Кишечная Палочка Эти Заболевания Не передаются От больного Человека К здоровому И Не распространяются Эпидемически И второе Заболевания Вызывающие Патогенные Серовары Это Заболевания Детей Раннего Возраста Они Носят Название Колиэнтериты Передаются От больного К здоровому И Регистрируются В виде Эпидемических Вспышек У Детей Они Встречаются В 7-10 Раз Чаще Чем Другие Кишечные Инфекции Поражают Тонкий Кишечник У Детей Первых Месяцев Жизни Бактерицидность Крови Понижена Нет Иммуноглобулина М Потому что Эти иммуноглобулины Не проходят Через Плаценту Но В женском Грудном Молоке Есть Особые Антитела Которые Способствуют Формированию Местной Невосприимчивости Источником Эшерихиоза Являются Больные Дети И Бактерионосители Взрослые В родильных Домах И детских Стационарах Путь Передачи Через Молоко Алиментарный Второй Путь Контактный Клиника Инкубационный Период От Одного До Двадцати Двух Дней Начало Острое Температура Длительная До Тридцати Девяти Градусов Стул Разжижен Пенистый Водянистый Желтовато Оранжевого Цвета Отмечается Метеоризм И Упорная Рвота Иммунитет Слабонапряженный Типоспецифический Возможны Повторные Случаи Заболевания Лабораторная Диагностика Особо Важна Потому что Клинические Проявления Отсутствуют Отсутствуют Специфические Симптомы Ведущий Метод Бактериологический Основанный На Определении Антигенной Структуры А Не на Изучении Биохимических Свойств Исследуемый Материал Испражнение Больного Ребенка С пеленки Или С горшка Рвотная Масса Промывные Воды Желудка Бактериологический Метод Как было сказано Ведущий Проводится В 4 Этапа Конечная Цель Обнаружение Энтеропатогенных Кишечных Палочек По Антигенной Структуре Второй Метод Сирологический Он Не имеет Широкого Применения И Применяется Только Для Ретроспективной Диагностики Разберем Конкретный Пример В инфекционную Больницу Поступил Ребенок Трех Месяцев У него Повышенная Температура Рвота И частый Жидкий Стул Какой Диагноз Можно Поставить Ребенку Как Провести Лабораторную Диагностику И Какие Препараты Назначить Для Лечения В данном Случае Диагноз Кишечная Инфекция Эшерихиоз Под Вопросом Лабораторная Диагностика Проводится Бактериологическим Методом А Для Лечения Назначаются Различные Эубиотики Профилактика Общегигиенические Мероприятия Специфической Профилактики Нет Для Лечения Предлагаются Эубиотики Это Иммунобиологические Препараты Они Нормализуют Нормальную Микрофлору Являются Полностью Безвредными Физиологичными И Обладают Антагонистическими Свойствами В отношении Энтеропатогенных Кишечных Палочек И Шигел Представляют Собой Живые Высушенные Культуры Соответствующих Микробов Бифидум Бактерий Коли Бактерий Лактобактерий И так далее В тяжелых Случаях Добавляются Антибиотики Действующие На грамм Отрицательную Флору Левомецитин Неомецин Благодарю За внимание Продолжение следует... Продолжение следует...